В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Городские власти подготовились к зиме. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в Одесском городском совете. Подробнее об этой подготовке нам расскажет директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Александр Козловский. Здравствуйте. Так как я понимаю, готовиться начали заранее. Вчера на совещании в мэрии вы сообщили о том, что в этом году новая техника докупалась. Расскажите об этом подробнее. Какие машины будут чистить улицы Одессы в этом году? Общая численность техники, которые будут участвовать в этом процессе, доведена до 95 единиц. В этом году приобрели 5 больших глобусов, так называемых, то есть это большие машины, тяжелые, 5 средних. И приобрели также передвижные мастерские, которые могут зимой с отвалом чистить улицы. А они предназначены, в принципе, для круглогодичного обслуживания ремонтных бригад, которые обслуживают остановочные комплексы. Мы приняли такое решение, сессия о том, что все остановочные комплексы передать на обслуживание городским дорогам. Поэтому была приобретена вышеуказанная техника с определенным набором механизмов, которые необходимы для этого. В частности, там и керхеры есть, и маленькие электростанции, также места для отдыха, и места для хранения реактивов химических, которые используются для поддержания этих остановочных комплексов в чистом виде. И они тоже будут участвовать. И, в принципе, вся техника, которая сейчас приобретается городом в коммунальном предприятии, скажем так, подчиненной нашему департаменту, она всегда идет в наборе с зимним оборудованием, то бишь с отвалом. Зимний треск приобрел машину, опять же, для своих нужд, простите меня, обслуживания парков, но у нее будет отвал. Покупается, допустим, погрузчик, в городские дороги был погрузчик куплен, он обязательно идет с отвалом. То бишь мы стараемся максимально насытить город механизмами, которые позволят устранить ручной труд. Ведь мы помним, в принципе, как дворники машут лопатами, когда-то и на дорогах махали лопатами. Сейчас стараемся к тому, чтобы уйти от ручного труда к механизированному. Ну, на тротуарах, конечно, еще будут работать вручную, а на улицах, как правило, у нас уже только механизированная уборка будет. А вот специальная техника, она каждый год обновляется или по мере необходимости? Вы знаете, когда технику берегут, она, конечно же, сохраняется. И у нас еще много техники, которая была приобретена и 10 лет, и 15, и 20 лет тому назад. Но требования, которые сейчас предъявляются к такой технике, то есть они более мощные, более быстроходные. Ширина отвала, то есть больше захватывают ширину проезжей части. И, конечно же, работать с ними гораздо проще. Ну, плюс эта техника используется еще и летом, потому что это комбинированные дорожные машины. Летом они, мы видим, они подметают, работает пылесос и поливомоечная машина. Он одновременно все делает. А раньше это было разделено. Шла отдельно поливомоечная машина, потом отдельно шла щетка, простите, которая подметала это в сторону бордюра. А потом шли, извините меня, дворники, дорожные рабочие, и лопатами грузили все это в автомобиль, в открытый кузов. Сейчас это делает одна машина. Поэтому наше стремление к тому, чтобы обновить этот парк, осовременить и сделать, во-первых, легче труд людей, и, во-вторых, увеличить, конечно же, объемы, которые может эта техника обслужить. А если все-таки приобретенной техники не хватит, что делать в таком случае? Ну, если вы были, а вы были, вы, в принципе, и ваша телекомпания присутствует на всех заседаниях и сессиях, и исполкомах. Было принято решение по борьбе со снежными заносами и гололедом, и там предусмотрено, что если техника не будет справляться, будет привлекаться еще сторонняя техника. То бишь, эта техника уже тяжелого типа, это, как правило, строительная организация, у которых есть грейдеры, есть бульдозеры, есть большие погрузчики и, соответственно, большие автомобили. То есть купить их для города и содержать, грубо говоря, и круглогодично, экономически невыгодно, потому что они будут простаивать, потому что большие грейдеры и бульдозеры, они не используются для обслуживания наших дорог. А вот когда будет максимальное выпадение снега, и мы увидим, что, допустим, есть места, где наша техника будет эти объемы снега, допустим, в определенных местах накапливать, после этого будет работать тяжелая техника, вот эти привлеченные организации. Знаем, они будут. Да, еще свыше двух десятков машин будет привлечено именно таких. Ну и, простите, вы помните, наверное, и, наверное, 14-й год зима, какой был коллапс, к сожалению, это, как правило, мы не управляем природными явлениями, но, тем не менее, надо отметить, что вот 14-й год и 16-й год, они резко отличаются, хотя объемы снега, в принципе, не изменились, только потому, что, в принципе, дисполинированность водителей, она все-таки повысилась. И теперь, когда город через средства массовой информации, по телевидению, бегущая строка в интернете, предупреждают о том, что желательно не выезжать, многие в самом деле прислушиваются, оставляют свои автомобили на месте хранения и пользуются общественным транспортом. Чем меньше транспорта на улицах города, тем легче работать техники, поэтому, как правило, она работает, конечно же, в зимний период времени, в ночное время, тогда, когда минимальное количество техники на проезжих частях. А днем, если, конечно же, идет интенсивный снег, ее мы тоже выпускаем, но это гораздо сложнее. Тогда мы привлекаем уже полицию дорожную, и, соответственно, она нас сопровождает эти колонны впереди, сзади, для того, чтобы предотвратить и травматизм на дороге, потому что всякое бывало, вы знаете, и на эти машины тяжелые летели легковые автомобили, потому что все-таки в зимних условиях важна и мастерство водителя, и подготовленная техника. В частности, конечно же, я надеюсь, что все переобуются в зимнюю резину. В зимнюю резину обязательно. Будут более внимательны к скоростному режиму, то есть уменьшат скорость. Сейчас, больше это мы все знаем, приняли новые поправки правилам дорожного движения, где ограничение по скорости в населенных пунктах 50 километров. Я надеюсь, что это все-таки облегчит задачу как и коммунальным службам, так и нашим горожанам. Будет немножко, наверное, свободнее ездить по городу. Меньше будет напряженных моментов, назовем так. Песчано-солевая смесь. Существует ли какая-то норма, сколько ее должно быть заготовлено, сколько обычно в среднем будет расходоваться в год, и сколько приготовили на этот год? Вы знаете, мы стараемся сделать все с запасом теперь. Опять же, наученные горьким опытом, что иногда приходилось докупать. Это не проблема докупить. В принципе, на это город идет, и деньги выделяются. Но дело в том, что сама поставка и песка, и соли, она требует определенного времени. То есть, а когда это необходимо срочно, поэтому немножко неправильно. И сейчас, в принципе, мы сохраняем переходящий остаток с прошлого года, и планируем себе закупку, которая позволяет нам, во всяком случае, сейчас вот у нас заготовлено около 15 тысяч тонн. В среднем, еще лет 10 назад, мы заготовили 10 тысяч тонн. Чтобы рассказать вам, при интенсивном снегопаде, в таком погодном явлении, как, может быть, и гололед, гололедица, вернее, и ураганы, и ветра, в среднем мы в день уходим порядка от 1000 до 1500 тонн соли и песка. То бишь, ну, таких моментов, опять же, по наблюдениям многолетним, бывает, ну, 2-3. А все остальное время мы используем эту песчано-солевую смесь для того, чтобы предотвратить. Вы знаете, мониторятся, конечно же, во-первых, погодные прогнозы. Городские дороги получают эти прогнозы из гидрометеоцентра. То есть вы работаете на обвижение, да? Конечно. И, в принципе, очень важно предупредить, когда иногда работают даже чистой солью машины, особенно на спусках и подъемах. Главное, знаете, вот мы знаем, что будет снежный заряд, и, допустим, дождь при температуре, которая явно провоцирует создание корки льда, выкладывается на сухой асфальт, еще дождя нет, но он посыпается песчано-солевую смесь или даже чистой соли на спусках. И когда ложится снег, он внизу начинает подтаивать. Его легко потом собрать. Или он вообще превращается в ручейки воды. Или после того, как он все-таки может быть и будет уплотнен автомобильными шинами, его легко оттуда сорвать. То есть нож машины, который с отвалом идет, он ее соскребает. Вот так используется песчано-соляная смесь. Учитывая вот все сказанное, как вы считаете, Одесса готова к зиме? Мы готовимся к зиме. Еще в процессе. И все это будет, вы знаете, потому что, опять же, почему я говорю «готовимся»? Потому что всегда вносятся какие-то коррективы. Машина сломалась, мы ее должны отремонтировать. Причем эти машины, они работают круглые сутки. У нас круглосуточное дежурство. Причем водители находятся непосредственно на местах, где хранится эта смесь, на местах, где эти автомобили стоят заправленные. Это так называемое ОСП, отдельные специализированные предприятия. Это, ну, по старому ОТД, это участки, где находятся все эти механизмы. И они круглые сутки дежурят. И в любой момент дается команда, они садятся за руль и выезжают. И механизмы, которые позволяют эти машины загрузить песком, в частности погрузчики, бульдозеры, они тоже находятся на постоянном дежурстве. Вот вы говорите, что вы следите за прогнозами синоптиков. Какую зиму ожидаете в этом году? Ну, вы знаете, прогноз синоптиков, он, как правило, верен только на ближайшие 2, максимум 3 дня, процентов на 75. После этого процент вероятности событий уменьшается чуть ли не с архитектической прогрессией. То есть недельный прогноз, он может быть, ну, где-то в районе 30%. А на год вперед это могут быть, простите, я так иногда с иронией читаю, это многолетние наблюдения, народные, скажем так, мудрецы предсказывают, что будет. Вот примета там, птица улетела такого-то числа, значит, такого-то числа там может выпасть снег. Вот праздник наступил какой-то, посвященный какому-то событию. И говорят, вот если вот до этого времени там какое-то определенное дерево не сбросило листь, значит, зима будет такая. Но опять же, это предположение. Мы всегда пользуемся прогнозами, которые у нас 2, максимум 3 дня, а иногда по-часовой. У нас есть возможность, в интернете, наверное, все знают, можно по-часовой определить, когда какая температура, даже в разных районах города она по-разному может проявляться. Поселок Котовского и поселок Таирово по прямой, простите меня, через Одесский залив, это порядка 18-20 километров. Легко сказать. 18-20 километров это почти Аведиополь, почти Беляевка. В одной части города еще идет снег, а в другой еще нет. Да, абсолютно правильно. Иногда летом, знаете, стоишь на Черноморке, смотришь, на поселке Котовского ливень, а там яркое солнце. Что нужно делать Одесситам для того, чтобы помочь коммунальным службам, ну или хотя бы как минимум не мешать выполнять свою работу? Ну, я говорил уже, что автомобили не оставлять на проезжей части. Это самое главное условие, потому что пусть он стоит на тротуаре, его можно лопатой укорать, дворник его обойдет, и пешеход его обойдет. Но когда автомобиль стоит около бордюра, тяжелые техники должны его объехать. И получается этот, простите меня, вал снега, который образуется, который сгоняется к тротуару, и который потом опять же можно забрать, когда там стоит припаркованный автомобиль, это невозможно выполнить. Поэтому иногда, вот опять же хочу вернуться к тем событиям, которые были вот с 2014 на 2015 год, автомобили некоторые стояли на улице Прохоровской по месяцу. По центру улица Прохоровская, Слава Бугана, Жирокая, они стояли как памятники. Водители бросили, ушли. К сожалению, эти машины начинают потом, ну так, разбирать на запчасти. Хотя иногда мы сталкивались, опять же, и были события, когда на Ильичевск машины застряли в районе Тейровского кладбища. Их почистили буквально на второй день. Люди спаслись, то бишь МЧС работало и позабирало людей оттуда. Автомобили оказались в сугробах, поэтому лучше не выезжать, лучше не рисковать, лучше остаться у родственников, может быть, оставить машину где-то во дворе. В конце концов, я еще раз говорю, оставить ее, если нет возможности, оставить в гараже, на парковке, где-то под навесом, лучше оставить ее на тротуаре. И беречь себя. Естественно, это самое главное. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.